Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Политкухня» и я ее ведущий, депутат Архангельского областного собрания депутатов Сергей Пивков. Все мы помним трагическую дату 22 июня, когда немецкие войска вероломно вторглись на нашу территорию. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Война, в которой мы стали победителями и война, унесшаяся миллионы жизней наших сограждан. «Все для фронта, все для победы». Многие наверняка помнят этот военный лозунг. И действительно, вся страна превратилась в единый боевой лагерь, подчиненный единственной цели – победе в Великой Отечественной войне. Кто-то ушел на фронт, а кто-то помогал в тылу. Все были при деле, даже дети. И вот о них мне бы и хотелось поговорить отдельно. О тех, чье детство выпало на страшные годы. О тех, кто начал трудиться чуть ли не с пеленок и помогал в достижении той единственной цели. О тех, кто детство-то почти и не видел. О детях войны. К сожалению, в нашей стране все еще нет четкого законодательного определения, кто из граждан относится к категории детей войны. Как нет и закона или иного нормативного правового акта на уровне Российской Федерации, который бы закрепил за ними социальные льготы. Сегодня детей войны в России насчитывается порядка 13 миллионов. Многие из них получают различные социальные льготы, например, как труженики тыла, ветераны труда или по инвалидности. Но точно не все. Хотя из общения со свидетелями тех страшных событий, чьи детские глаза видели ужас военных действий, становится понятным, что их не так сильно волнуют льготы, как признание. Отдельное признание их заслуг, их жертвы, их вклада. То есть введение официального статуса «Дети войны». Хотя, на мой взгляд, дополнительные меры соцподдержки им тоже не помешают. Они заслужили. И вот уже много-много лет бьются дети войны за признание своего статуса. Но пока, к сожалению, не очень успешно. В Государственную Думу, например, уже не раз вносились соответствующие законопроекты. Но они так и не нашли поддержки большинства. За обычно голосовали только депутаты оппозиционных фракций. Несмотря на такое отношение к «Детям войны» большинства в Госдуме, некоторые субъекты Российской Федерации приняли свои региональные законы, где предусмотрели и статус, и социальную поддержку. Например, они уже действуют в Белгородской, Амурской, Самарской, Ярославской, Вологодской и других областях. Правда, меры социальной поддержки везде разные. Но включают в себя денежные выплаты, льготный проезд, а также льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. А как же обстоят дела в нашей Архангельской области? Да никак. К сожалению, законопроекты о детях войны, так же, как и в Госдуме, не находят здесь поддержки большинства. А продвигают их все те же представители оппозиционных фракций. На моих глазах уже два подобных законопроекта были отклонены, как не набравшие необходимого числа голосов депутатов Архангельского областного собрания. Оппозиция голосует за, большинство против, либо воздерживается, либо не голосует вовсе. И самое обидное, что затраты на реализацию этих законов не такие уж и заоблачные. Давайте прикинем. Всего жителей Архангельской области, подпадающих под пока условную категорию «дети войны», осталось порядка 90,5 тысяч человек. Почему осталось? Да потому что в прошлом году их было на 20 тысяч больше. Вот и посчитайте, в какую сумму выльются затраты на признание статуса «дети войны» в Архангельской области. Как видите, сумма не огромная, и для нашего, пускай и дефицитного, но все же многомиллиардного областного бюджета, очень даже подъемная. Нужна только политическая воля. И вот оппозиционные депутаты вновь намерены штурмовать эту вершину. Недавно мы стали участниками большого круглого стола с представителями общественных организаций «детей войны», где в очередной раз убедились в необходимости своих действий. Вообще, правильнее будет принять соответствующий закон на федеральном уровне, чтобы, например, при переезде из одного субъекта Российской Федерации в другой статус не терялся. Поэтому мы решили подготовить и обращение на имя депутатов Госдумы с просьбой принять такой закон. Только тут есть одно «но», которое может сыграть нам на руку. Состав Госдумы скоро поменяется, и в новом, возможно, уже не будет того большинства, что подобные социально важные и нужные законы блокировало. Госдума Госдумой, но мы также намерены внести и соответствующий областной закон, при этом создать рабочую группу по его разработке, куда пригласить депутатов всех фракций в областном собрании, чтобы никто потом не смог заявить, что законопроект якобы недоработан или сыроват. Также мы пригласим и общественников, чтобы депутаты, представители большинства, которые, к сожалению, дискуссий на подобные темы чаще всего избегают, послушали бы, что им скажут свидетели того страшного времени. Надеюсь, что на этот раз у нас все получится. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.